МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассекает по московским дорогам и тротуарам. Всем уже рассказали и показали. Вот есть ли что подобное в нашей родной и вполне спокойной Карелии? Расскажут участники нашей программы своими словами. Термину опасное вождение дается очень крупная многословная формулировка. Если говорить коротко, то опасное вождение – это то, которое на дороге создает ситуацию угрозы или опасности жизни, здоровью, травмированию. Вот скажите мне, пожалуйста, Людмила Ивановна, вы по собственным ощущениям, Людмила Сергеевна, вы по тем данным, которыми располагает ваше ведомство, насколько эта проблема, опасное вождение, актуальна для Карелии, для Петрозаводска, для крупных городов, для районов, для федеральных трасс? Вот какие ощущения? Да, это проблема очень глобальная. И то, что законодательно решили это рассмотреть, это правильно. Для Карелии это актуально только потому, что город у нас небольшой, даже наш, вот взять, столицу. У нас очень узкие улицы, где вот это вот вождение, оно более травматично, больше последствий ДТП и всего. Потому что у нас дорожное полотно маленькое, автопарк большой. С учетом того, что у нас очень много выпускается выпускников в автошколах. И вот водители молодые, неопытные, но с амбициями, имея хорошую машину и выезжая, он не успевает сориентироваться. То есть, по вашим ощущениям, вот таких фактов, примеров этого опасного вождения у нас немало? Очень много, очень. И мы каждый день с этим сталкиваемся. Каждый день и в течение момента, пока даже вот я сама лично еду от работы до дому, это неоднократно происходит. Неоднократно. Любовь Сергеевна, а Вы как считаете, насколько это актуально? Если подходить вот строго по каким-то вот параметрам определения нарушения, не нарушения. Не так, что нравится, не нравится. Я думаю, что то видео, которое сейчас в большом количестве попадает в средства массовой информации, и которое мы имеем возможность увидеть, оно говорит само за себя. То есть, эти ситуации, которые обсуждаются сейчас на федеральном уровне, они актуальны и для нашего города. И особенно опасна категория водителей, которые выросли на компьютерных играх, где можно летать на машине, на вертолете, на самолете. Я смотрю, дети, неважно на чем, сносят стены, врезались в бетонный блок, гейм-овер, и начинается другая игра, и все. То есть, эти люди, они не понимают. Да, они с малых лет управляют виртуальными машинками, сейчас они садятся за руль. Они получают... И здесь, как правильно сказала Людмила, то есть, машины скоростные, они уже сами по себе изначально предполагают скорость. Естественно, ехать на такой машине 40... 40 или 60, это как-то скучно, видимо, по той разрушению. Да, дорогу, вот плохая дорога, хорошо, плохо, сделали хорошую дорогу, сразу многократно увеличивается скорость. И, естественно, ехать на хорошей машине, по хорошей дороге 40 км в час, это не для нас. И мы в группе разбора ДТП, то есть, мы очень часто слышим причину объяснения, то есть, передо мной ехал... А, как правило, вот мы видим, водитель совершил, сделал и уехал. Вот опять же ДТП, то есть, он создал аварийную ситуацию и никак ни в чем не бывало уехал. А те, кто пострадали от его действий, они остаются и раскрыбывают последствия. И, к сожалению, вот мы очень часто с этим сталкиваемся на практике. У нас в правилах дорожного движения описание массы различных нарушений. Это и нарушение скоростных режимов, правил перестроения и так далее. Очень многие вот эти формы нарушения поведения, нормального здорового поведения на дорогах описаны. Почему возникла необходимость ввести еще и новое вот это вот опасное вождение? Я думаю, что... Мы уже не хватает вот той терминологии, которая уже введена, описать вот такой характер поведения на дороге. Вот это вождение, которое сейчас предложено, да, и оно изложено в определении этого опасного вождения, они не вписываются... То есть, они действительно не входили в эту базу, которая уже есть. Нарушение скоростного режима — это нарушение скоростного режима, и, заметьте, в определении его нет. Нет превышения скоростного режима настолько, что там создал. Здесь его нет. Здесь есть, например, вот это резкое оттормаживание, которое обидчики, да, то есть мы очень часто, например, я очень часто вижу это с маршрутками. Один выехал чуть раньше, другой чуть задержался, потом начинаются вот эти оттормаживания друг перед другом, да, типа, ты меня не выпустил, я сейчас тебе покажу. Вот у нас вот эти ситуации сплошь и рядом. То есть с пассажирами на борту. Да. И такие ситуации, они ведь не прописаны, нет такого нарушения сейчас. Ну, поскольку мы сейчас заговорили уже об этих видах нарушения, давайте мы посмотрим видео, прекрасное видео приготовлено ГИБДД, где прописаны как раз вот те... Характерные ситуации, да. ...различные, их где-то 5 или 6 ситуаций, которые, наверное, вот сейчас вот каждый их и узнает. Так, первое это как раз вот та ситуация, когда один другого не пропускает. И посмотрите, что происходит. Вот реальная картинка, когда на дороге так вот начинает воспитывать. То есть интенсивное движение, водитель перестраивается и не предоставляет преимущества тому, кто пользуется преимущественным правом проезда. Вот, пожалуйста, такое оттормаживание закончилось аварией. Боковой интервал характерен вот для мотоциклистов. Мотоциклистов сейчас на дорогах очень много. Людмила Ивановна, насколько вот действительно вот такие ситуации мешают и опасны, и видите ли такие примеры у нас в городе? Да, тем более сейчас начался байкерский сезон, и автомобилисты столкнулись с тем, что, да, уже выехали мотоциклы, скутеры выехали. Посмотрите, насколько превышает скорость движения мотоциклиста скорость движения транспортных средств. Это вот вообще что-то совершенно запредельное. Получается, он двигается со скоростью чуть ли не в два раза больше автомобилей, да, он вот так вот из-за машин в потоке выскакивает на полосу твоей, и потом обвиняет водителя, что водители не смотрят боковые зеркала. Вот вот следующий пример, когда у нас перестроение. Кстати говоря, очень часто такие ситуации возникают на пешеходных больших перекрестках, на больших перекрестках, где интенсивное движение, занятые полосы, и вот из боковой мы перестраиваемся в среднюю, и вот, пожалуйста, результат. Вот я наваркался, еду по утрам, как правило, там 3-4 раза обязательно кто-нибудь вклинивается, и... А я на лыжной постоянно вот сталкиваюсь с такой ситуацией каждое утро. Кто-то торопится и просит, мигая фарами, чтобы попропустили, кто-то пропускает, кто-то не пропускает. У кого-то нервы сдают, да, кто-то... Такие ситуации на коле часто встречаются, и нередко они приводят к смертельному исходу. Причем этот водитель спокойно уезжает. Страдает тот, который не может совершить обгон, да. Вот что вот это вот психология у людей? Я круче, я быстрее, не смей меня обгонять. Не дам, не дам, не дам, и сам он входит, да. Не дам. И вот эти вот знаменитые шашки, когда и московские вот эти примеры, да, перестраиваются как хотят, и, конечно, вот подрезают. Наш лесной проспект, например, да. Да, на лесном проспекте, на Варкаоса даже видишь это все. Видимо, это выглядит... Я уже не говорю про скрасную трассу, да. Кажется выглядящим очень стильным, модным, крутым. Между машин, я пронырнул, я успел. И причем самое интересное, зачастую вот с таким водителем, ты все равно встаешь на светофоре на красный свет. За ним буквально. За ним, за ним буквально, да. То есть ты едешь медленно по своей полосе, не манипулируя, да. Соблюдая все, да. Ты на светофоре с ним встречаешься. Ну вот мы посмотрели с вами на самые такие распространенные, самые частые ситуации. Людмила, вот вы в какой-то из этих оказывались? Каждый раз мы оказываемся в такой ситуации. Еще здесь не показана ситуация. Это когда, например, со дворов у нас водители начинают... Один решил выпустить, не убедился того, что там, например, колонну... Я сама была в такой аварии по вине водителя, который выпускал. Он не убедился. Он уехал, я пострадала. То есть вот с этим мы живем, в принципе. С этим мы сталкиваемся каждый день. И очень страшно за своих детей, которые за рулем. Потому что у тебя уже опыт за плечами и все. А у молодого нет этого опыта. И с учетом того, что сейчас у нас вот еще такая ситуация с дорожным покрытием, да, когда водитель пытается объехать яму и все. И встречая вот такого настырного человека, который уверен в себе, и у меня крутая тачка, и я так вот могу себе позволить, то с этим каждый день встречаешься. Любовь Сергеевна, расскажите, пожалуйста, понятно, что постановление, которое было подписано, внесло изменения вот в эти правила дорожного движения. Но пока вот с этой нормой начинают на практике ее только-только вот разбирать, понимать, вот чтобы водитель понимал. Ведь судить будет о том, опасное это вождение, не опасное вождение, инспектор или, говорят, даже группа какая-то экспертная, которая будет ситуацию-то анализировать. Вот что может быть признано опасным движением? На схеме вроде все четко и понятно, да, но когда вот возьмем мы все-таки какую-то реальную историю, то в ней может быть все не так однозначно и так вот ясно, кристально ясно. Как вот какие-то пояснения можно ли сейчас дать? Естественно, я думаю, что будут признаны обязательным наличие видеодоказательств. То есть судить со слов чьих-то, что он играл в шашки на дороге и ехал передо мной, и поэтому я попала в ДТП, на основании этого никто не отправит, никто не выпишет постановление. Обязательно будет видео, приобщаться будет к каждому материалу. Не исключено, то есть это все обсуждается, не исключено будет создана группа, эксперты будут входить, или это будет комиссия при начальнике ГИБДД, которая сейчас функционирует, либо это вообще будет в судебном порядке рассматриваться, потому что вот это все опасное вождение, оно предполагает неоднократное совершение действий, череды вот действий. Что значит неоднократное? Вот он на одной, в один промежуток времени совершил несколько вот таких вот маневров, или неоднократно вот он сегодня так поступил, завтра так поступил, послезавтра так поступил, что имеете в виду под эти неоднократности? В настоящее время в кодексе об административных правонарушениях есть понятие повторности лишь. То есть повторность предполагает совершение схожего по роду, то есть, ну, грубо говоря, управление состоянием опьянения, то есть раз управление, два управления в опьянении и так далее. Повторность в течение года. Понятия неоднократности вообще как таковой еще нет. То есть это будет новое понятие, которое и оно будет расписываться. Скорее всего, то есть неоднократность, опасное вождение характеризуется повышенной опасностью вот именно вследствие совершения совокупности перечисленных действий, да, в определении. Совокупность перечисленных действий, может быть, можно ее будет проследить только в определенный какой-то конкретный промежуток времени. Я думаю, что это будет в течение относительно короткого времени все это происходить. Сколько день, неделя, месяц, год? Так нет, вот, пожалуйста, мы с вами видео посмотрели, то есть вот пять минут. Этого хватит уже. Да, то есть он шашки, он перестроился 10 раз, он подрезал кого-то, водителю пришлось оттормаживаться. То есть, пожалуйста, совокупность. Но это все еще обсуждаемо, и как будет оно на самом деле, я думаю, что знают только избранные. Людмила Ирмановна, вот вы читали постановление о определении этого опасного вождения, вам понятно? Определение мне понятно. Но вот как оно будет жить в нашей жизни, и как будут с этим водители, и воспримут ли они, услышат ли они, для чего это вообще все это, это вот другой вопрос. Любители спрашивают, а можем ли мы, например, да, но не везде же есть сотрудники, да, вот с этим мы сталкиваемся всегда, но на весь город же не поставишь везде посты, и камеры, да. Не везде есть камеры видеонаблюдения, в конце концов. А если ты едешь с камерой, и ты видишь вот такое данное нарушение, будет ли оно восприниматься, вот если мы предоставим сотрудникам ГИБДД, вышлем это видео... То есть, добрая воля самого водителя поделиться своей видеозаписью с регистратора. Да, поделиться, да, да. Но вот будет ли это рассматриваться, будет ли данный виновный как-то привлечен к этому или нет. Опять же, в настоящее время видеофиксация разрешается только сертифицированными, поверенными. Инспектор выявлять может, то есть, это какие-то стационарные камеры установлены. Опять же, мы принимаем решение по видео, если это будет принадлежа, нарушение будет конкретно ответственность размещения в СМИ. То есть, я обязана реагировать на такую информацию, которая будет появляться в средствах массовой информации и принимать по ней решение. Поэтому сложно сказать, какой будет процесс оформления. Ну вот если действительно, вот о том, о чем говорит Людмила Ивановна, если я увидела действительно, ну, вопиющий какой-то факт, или сама, не дай бог, стала жертвой вот такого гонщика, воспитателя, терапы, генервикатом и так далее, и у меня есть это вот видео с моего видеорегистратора, как мне им распорядиться, чтобы оно действительно дошло до органов? В настоящее время к нам приходят такие и видеоматериалы, и просто обращение мы по каждому проводим проверку. То есть, все индивидуально. Есть видео с четким временем, местом, то есть, мы абсолютно видим характер нарушения, все очевидно. Государственный регистрационный знак читаемый, водителя вызываем, водитель говорит, да, я нарушил. Ну, видео куда должно, на какой портал, в ГИБДД? Да, то есть, у нас дежурная часть работает круглосуточно, у нас сайт работает ГОБДД, который переадресует обращение к нам. К нам очень много жалоб поступает, и люди принимают. По каким-то материалам мы можем принять решение, по каким-то, например, нарушениям с маршруткой, которые выкладывают в СМИ, я его замечаю, я вижу. Там отчетливо видно, что нарушение, там проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, но, к сожалению, нет ни четкого времени нарушения. Номер, как мы не рассматривали, мы номер так и не смогли рассмотреть. Мы обращались к руководителям, то есть, ну, примерно мы знаем, какой это маршрут. Мы обращались к директору предприятия. Установить не представилось возможным, потому что там их за 20 минут может 20. Наверное, самому руководителю такого предприятия тоже, в общем-то, не совсем выгодно, наверное, сдавать, что вот у него такие недобросовестные водители работают. У нас есть еще несколько видео, которые мы можем с вами посмотреть. Это те примеры, которые есть у нас в Петрозаводске. Так, это вот портал ДТП ПТЗ разместил у себя площадь Кирова, 29 ноября 2015 год, дрифт, и посмотрите, что происходит на площади Кирова. Вот такое вот столкновение. ГИБДД как-то вот может реагировать на такие подобные города? Это же знаки, то есть движение осуществляется в определенном направлении. И зачастую мы ее видим, мы ее видим, и она опасна. Мы не стараемся вечером, вечером. Но здесь, конечно, камеры Ситилинка, наблюдающие за площадью, Кирову не дают возможности разглядеть ни номеров, ни даже вот только марки машин. Но поступают от жителей города сигналы в дежурную часть. Наши наряды выезжают, реагируют на такие обращения, и по возможности к водителям принимаются меры административного воздействия. И вот еще видео достаточно свежее. Тоже наши коллеги с ДТП ПТЗР разместили на своем портале. То есть то, к чему приводят шашки. Что здесь происходит? Да, да, перестроение, грубое перестроение. Посмотрите, сама машина и вторая машина. И главное, какой плотный поток идет. И в этом потоке могут пострадать еще какие-то машины следом. Это хорошо, что его на стричку не вытянули. Да, разделительная полоса тут совсем небольшая. Так, и вот еще видео. Любовь Сергеевна, что здесь мы видим? Здесь те же шашки. То есть здесь, понятно, водитель уходит от преследования патрульного автомобиля. Но я думаю, вот такие автомобили можно видеть каждый день на всех более-менее скоростных. Шашки – это вот то самое грубое перестроение. Он, по-моему, даже никак не обозначивает свое перестроение поворотником. Никаких поворотников, естественно, ему никогда этим заниматься. Он игнорирует требования разметки, наличия водителей в смежных рядах и на встречной полосе. Он один на дороге. Как-то призывали его инспекторы останавливаться в эти моменты, да? То есть он игнорирует и их призывы остановить, прекратить движение? Естественно. Но водитель был остановлен, привлечен к ответственности. То есть он вменяемый, трезвый, просто вот так вот он… Или это еще не установлено? Я не помню просто обстоятельства этого всего исследования, но… Но это, слава богу, что еще никто не пострадал. Ну, посмотрите, вот даже пересекается здесь сплошная полоса. Сплошная, да. Обгон на повороте. Обгон на повороте. Практически в зоне нет прямой видимости. Очень жаль, что в таких ситуациях, ладно бы этот гонщик, он развлекал самого себя. Да, действительно, скольких он подвергает попутно к опасности. Вот скажите, пожалуйста, Людмила Ивановна, здесь вот ваше впечатление интересно. Опасаются того, что инспекторы, которые обязаны будут выявлять вот этих вот опасных водителей-нарушителей, могут ошибаться, могут злоупотреблять вот подобного рода полномочия? Как вы думаете, вот могут ли попасть под раздачу и обычные добропорядочные водители, которые вынуждены там, не знаю, маневр совершать, яму объезжают в конце концов? Ну, я думаю, что если там проблема будет с дорожным покрытием, это можно будет доказать в любом случае. А в целом, да, как бы автомобилисты боятся этого, потому что для них это новое. Но если это будет комиссия, если это будет с видеозаписью, я думаю, что обычные граждане не пострадают. Любовь Сергеевна, вы говорите о том, что мы правильно ведь вас поняли, что именно комиссия, какой-то экспертный, чтобы принимать решение, а не один инспектор, который остановил, сказал, опасное вождение, штраф? Нет. Наши автомобилисты боятся всегда злоупотреблений со стороны инспектора. Инспектор представляется таким неким монстром, который только и спит и видит, чтобы... Я думаю, что очень многие, те, кто путешествует по России, уверены, что Северо-Запад и Карелия, в частности, очень добропорядочные инспекторы работают. Я уверена, что я не перехваливаю. Да, лично, да. Я лично ездила в автомобилях со скрытым, вот эти скрытые патрули, я лично ездила. То есть мы все втроем, вчетвером наблюдали, как водитель разговаривает по телефону, и он все равно доказывает, что нет... Ну, то есть очевидная ситуация, и наши водители, и опять же, и потом комментарии, что злоупотребляют, что вот на пустом месте и так далее. Поэтому, знаете, инспектору ГИБДД, он всегда помнит, что сейчас каждый может взять постановление и пойти с ним в суд. И инспектору судья принимает решение по своему внутреннему убеждению, и совпадет ли оно с убеждением инспектора, тоже большой вопрос. Инспектору возвращать, то есть незаконное привлечение к административной ответственности, для него это... Ну, то есть это признание его работы... — Никто ли фиксировал. — Вообще он способен, он годен вообще к данной работе. Поэтому зачем? Я думаю, что это будет все очень аккуратно, это все будет нарабатываться практика. — Вот нужна ли будет какая-то дополнительная учеба, инструктант для того, чтобы инспекторы могли вот эту вот норму уже учитывать на дороге в работе? — Я думаю, что будет очень много еще изменений в законодательные акты. Будут какие-то определения расшифровываться, будет... Очень много будет еще изменений. Это не просто... Это сейчас просто появилось такое понятие. Пока оно еще не работает... — Пока оно адаптируется в обществе. — Да. — Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, вот пока вот обсуждается... Очень ведь вы остро отреагировали на эту ситуацию, СМИ активно поддержали. Говорят, одни — сажать в тюрьму на пять лет там. Вторые говорят — лишайте прав. Третьи — максимально штрафуйте. Вот по вашим ощущениям, какую здесь меру наказания применить целесообразнее? — Я считаю, что надо не сажать, конечно, в тюрьму, потому что сажать в тюрьму... Для этого есть более тяжкие такие, наверное, последствия данной езды. Вот тогда уже будет полное нарушение не только этих терминов, а и нарушение правил ГИБДД и всего такого. Я думаю, что штрафные санкции, они обязательны, потому что наш русский человек понимает только о том, когда у него вот по карману его ударили, тогда он почувствовал. Но зачастую, вот касаясь молодежи на новых иномарках, там, неопытных водителей с большими амбициями или там с хорошими родителями, вот, я могу сказать одно. Но лишение прав, наверное, отчасти да, потому что если это неоднократно, это вот как у нас с пенсом, да, у нас сегодня пьяный, завтра включили и деньги, и машины забирать уже предлагают, и все, и все равно народ это делает. Я думаю, что тут должно быть наказание по увеличению. По увеличению чего? По увеличению. Или на сумму штрафа. Сумму штрафа и, доходя, например, до определенного предела, если человек не понимает, и он неоднократно вот это вот все оплачивает за какой-то промежуток времени, и он продолжает вот это вести, да, на какое-то время лишить его прав. Совсем прав нельзя лишать его. Я думаю, что здесь будет состав квалифицированный, то есть будет разное опасное вождение. Вот мы видели сейчас ситуацию. А, то есть тут степень опасности тоже будет влиять на степень оказания. Да, потому что может же произойти для ДБС с разными последствиями. Да, может быть, он просто в шашки поиграл, и это ничем не закончилось. Его просто так поставили на витину. Да, нарушение там требований разметки, дурзнака, светофора и так далее. А это может привести к трагическим последствиям каким-то, да, и опять тяжесть последствий. Это легкий вред или это тяжкий, или смерть и так далее. И я думаю, что уже в зависимости от тяжести нарушения, тяжести этого опасного вождения, будет приниматься и мера административного воздействия. Может даже и до лишения права управления. Пока точной даты, когда вступят в силу вот эти вот новые нормы и вот вступит ответственность, у нас нет. Одни называют осень, другие там конец года и так далее. То есть пока у нас вот мы ждем, когда все это оформится уже в какой-то законодательный документ, которым мы будем руководствоваться. Вы как-то планируете вот присоединиться к обсуждению, как-то вот с ГИБДД взаимодействовать, вопросы задавать? Взаимодействие у нас с ГИБДД очень прекрасное. Отдел пропаганды вообще очень хорошо с нами работает. Вот если вопросы сейчас у водителей появляются, куда их можно направлять, кому их адресовать можно? На сайте можно запросто. На сайте ГИБДД у нас очень хорошо работает, пишут людей, благодарят и ругают, и просят разъяснения дать какие-то. То есть там это ваш такой форум между водителями и цельных, кто следит за их поведением на дороге. Людмила Ивановна, Любовь Сергеевна, спасибо вам за ваши разъяснения, за ваши комментарии, за участие в нашей программе «Своими словами». Спасибо. До свидания.